СПИДКУБЕРЫ 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 Привет всем дорогие друзья, с вами снова Кшиук, и сегодня мы разберем так называемый сленг спидкуберов хотя тема достаточно простая она достаточно важная, потому что ну так исторически сложилось, что спидкуберы применяют некие сокращения для определенных ну короче для описания определенных событий и так далее, поэтому придется вам если вы хотите заниматься спидкубингом, придется вам в это вникнуть, потому что они все на самом деле достаточно простые просто это надо знать, в общем вот если хотите, можете сейчас заскринить поставить на паузу в общем, зафоткать и использовать это как памятку в общем, может быть, как-то проверять себя там и так далее но я, конечно, сейчас все подробно вам объясню касательно... это я выписал, короче, самые так сказать, распространенные термины вот, их на самом деле по сути гораздо больше просто там есть много разных вариаций много разных того, что в принципе не все употребляют, например и поэтому я решил, что я я решил, что выпишу просто вот самые часто встречающиеся вот, поэтому да, ну погнали тут на самом деле нет одного термина, который называется фишкуб фишкуб это вот кубики рубика 3х3 смазанные, настроенные лично мной поэтому покупайте ссылка где-то в описании если что ну, просто скоростные кубики можно типа крутить на скорость вот, ну давайте давайте начнем, короче итак, очень часто встречаются термины методов всяких например, ZZ, RUX, CFOP на самом деле гораздо-гораздо больше просто, ну это такие более-менее 3, которыми люди более-менее часто собирают я, если честно, сам точно не помню как они расшифровываются помню примерно как расшифровывается CFOP это, соответственно, метод Фридрих он расшифровывается, собственно по ну, как бы градации пунктов, которые ну, не пунктов, а этапов короче, которые надо собрать то есть, крест Ftl, OLL, PLL, грубо говоря вот, ну там понятно, что многие спидкуберы как я, например, применяют ZBLL, это вместо OLL, PLL делают сразу вот так ну, как бы, просто не важно, просто метод так называется вот, ну, соответственно это называется просто сокращенно называется методами вот ну, собственно, спидкубинг спидкубинг это, как бы то, то то, чем мы занимаемся скрутим на скорость это спидкубинг в общем, есть еще кубинг в принципе, это ну, оно мало чем различается на самом деле просто можно называть людей, которые не крутят на скорость можно называть, в принципе куберами да то есть кубинг они занимаются кубингом а те, которые крутят на скорость называются спидкубингами ну, соответственно, да спидкуберы те, которые крутят на скорость куберы те, которые крутят не особо на скорость ну, просто такие есть в принципе ну, никто особо не делает подразделения все говорят по-разному там куберы, просто спидкуберы ну, то есть, по-разному говорят но, в принципе, можно делать еще подразделение если вам, как бы, хочется уточнить, например, да что человек не крутит на скорость, то можно говорить, что это просто кубер да, например, но есть такие люди, которые там коллекционируют например, и так далее вот, скрамбл, скрамбл это с английского перемешивание, если не ошибаюсь ну, что-то такое, в общем, это скрамбл, это когда ты размешиваешь кубик в хаотичном порядке и, как бы, это скрамбл вот, сингл это не одиночка, как вы могли подумать хотя, очень близкая по значению ну, это, в общем, просто единичная попытка сборки кубика то есть, например, я вот, ну, можно применять как, типа, я вот поставил сингл 9.55 вот, что-то такое, то есть, можно просто говорить о какой-то своей единичной попытке вот дальше VR, самая, кстати, важная штука VR с английского World Record Мировой рекорд ну, есть еще такое подразделение, как УВР, так называемый это Unofficial World Record, соответственно неофициальный мировой рекорд, но, например, если ты не знаю, дома поставил что-то очень крутое, типа, там, по трешке сделал 2.76, то это, в принципе, можно считать УВРом ну, имеется в виду, это как именно неофициальный мировой рекорд, то есть, если ты собрал именно быстрее всех то есть, если какой-то чувак, например, сделал где-нибудь ну, вообще в мире сделал тоже дома у себя 2.75, то это не УВР все-таки но, тем не менее ну, и, соответственно, есть разные подразделения там их очень полно, прям вообще их очень много, их тут я бы задолбался их выписывать ну, если коротко, есть ЦР, ЕР, НР ЦР это континентальный рекорд ЕР рекорд Европы НР это National Record, то есть, национальный рекорд ну, там, типа, рекорд России, например рекорд Казахстана, кого-нибудь и так далее в общем, там их много всяких есть азиатский рекорд еще какой-то есть еще там какой-то, не помню уже точно ну, вот дальше самые тоже достаточно важные термины это ОХ и ТХ ОХ это сборка одной рукой One-handed ТУХ это, соответственно, две руки Two-handed собираешь, как бы, двумя руками ну, вот я, например, люблю собрать одной рукой это значит, что, типа, я кручу ОХ грубо говоря, можно так говорить это вот такое вот забрало ну, вот, дальше ну, дальше тут есть идут всякие термины методов КХ это сборка на количество ходов по-английски называется FM BF, WF ну, тоже там разные всякие есть я выписал более-менее, которые часто, часто встречаются, короче BF это Blindfolded сборка вслепую BF это Wisfit сборка ногами вот дальше едем DNF DNS это, короче, когда сборка не закончена did not finish it did not start там, то есть, по-разному бывает например, если на соревнованиях вам принесли куб а вы его не стали собирать по какой-то причине например, у вас попнуло то есть, в принципе, нет в принципе, если у вас кубик разлетелся то ничего страшного, это можно пересобрать но просто многие люди забивают и потом уже дальше не собирают и поэтому такие попытки обычно DNF'ят так сказать вот, ну и соответственно если ты, например, вообще не начал сборку например, не явился вообще на соревнования то это DNS ну вот, ну можно это применять в принципе и дома например ну, дома не DNF не знаю зачем я про это рассказываю ну, можно, в принципе, если тебе делать нечего поставить себе DNF если там по какой-то причине ты не закончил ну, например, в конце сборки может случиться вот так например, да и ну, я обычно такие сборки удаляю но в целом, если вы честный можете, как бы прописать себе DNF это, ну, как бы, будет честно но по сути всем пофиг это не влияет прям критично на среднее время поэтому, ну, пофиг дальше NL Non-lucky как я уже мог пояснить это значит, что сборка была ну, то есть, это описание сборки так сказать это значит, что сборка была, как бы без всяких скипов то есть, она просто была, как была то есть, там, крест вы собрали FTL собрали все собрали все было обычно то есть, ничего ничего скипового не было то есть, например очень часто бывают в сборке, что вы, например, делаете какой-то этап например, вот какой-нибудь последний этап выпадает вы такие делаете OLL и у вас все скипует можно сказать, например что был PLL скип ну, например, да вот, кстати, здесь вот вот эта тема есть еще она последняя самая Ну, можем, в принципе, ее тогда не разбирать Сразу тогда пояснить Вот, и можно Как бы, если у вас что-то скипануло, то вы можете сказать Что вот, там, PLL skip, PLL skip, PLL skip А если все было нормально Просто обычная сборка, обычнейшая То можно сказать, что был нон-лаки И как бы, ну вот И просто, типа, гордиться этим, не знаю Там, типа, вы собрали за 5 секунд НЛ, и как бы, ну, круто Вот, дальше Самое тоже очень Самое вообще первостепенное То, что используют люди очень часто Это PB Personal Best, называется Ну, короче, личный рекорд То есть, например, вы собрали за 2-3 секунды и вот Говорите, там, вот у меня PB Ну, то есть, просто ваш личный рекорд Просто вы, как бы, говорите, что вот у меня там PB САП-4, там, условно, и так далее Про САП, кстати, я не помню А, ну вот, я не сказал, как раз про САП Давайте сразу разберем Вот эту штуку, это называется САП То есть, САП, это ниже какого-то Времени, например, вы поставили 9-59 Допустим, условно, там И вы говорите, что вот у меня САП-10 Например, если вы очень долго Ну, у меня такое было, например, я помню Я очень долго не мог пересечь порог САП-10, то есть, я очень много У меня сборок было, типа, 10-50 10-02, что-то такое И, ну, очень много я Очень долго я не мог, короче, сделать САП-10 И, в принципе, можно, как бы, ориентироваться Ну, вот таким термином Можно, как бы, ориентировать людей Если у вас, конечно, есть фанаты Если у вас есть, если вам Если у вас есть, кому за вами следить То можете рассказывать своим фанатам Что вот у меня САП-10 Вот, все, я никак не могу сделать Вот, ну, типа, наконец-то Ну, например, наконец-то сделал Можете так сказать Ну, и, в общем, там разные есть Там САП-минута, можете сказать Там САП, в общем, по-разному может быть Ну, как-то так Давайте дальше, короче Агрейджов-5 Это просто средняя То есть, например, вы Собираете кубик, например, на таймер У вас там сохраняется список сборок И, ну, очень часто во многих таймерах есть Как бы подсчет статистики И там есть так называемая АВГ-5, АВГ-12, АВГ-100 Там разные есть тоже Там можно выставить самому Там АВГ-50 В многих таймерах Там АВГ-1000 Это, в общем, просто средняя Из этих попыток То есть, например, вы в среднем Собирали по этому таймеру В статистике у вас прописано Что вы там, собственно, собираете В среднем за 10 секунд Ну, условно, там, например То есть, как бы, в среднем вы собираете Вот, в среднее вычисляется И, в общем, ну, вычисляется Среднее время, короче Ну, вы поняли Минус-3 примерно то же самое Только это просто Ну, средний из трех Все Просто там прикол в том Что АВГ-5 считается Немножко по-другому Чем Минус-3 Поэтому она различается Вот, как бы, такая тема Просто в АВГ-5 Откидывается лучшее и худшее В принципе Там, ну, по-моему, в сотке Там откидывается Еще чуть-чуть побольше Ну, в разных таймерах По-разному, конечно Я точно не помню уже Не могу сказать Но я точно знаю Что в Минус-3 считается Просто тупо среднее Да То есть, если АВГ-5 Это там Оно считается, как бы, тоже Из трех, по сути Просто откидывается лучшее и худшее То в Минус-3 просто считается все Вот Ну, это очень часто используется В сборках в слепую Например, на соревнованиях То есть, ну Никто не будет смотреть Как вы там Пять раз собираете По десять минут в слепую Ну, условно Ну, сейчас, правда Времена другие уже Сейчас люди уже собирают там Уже за минуту Там многие школьники даже собирают Блайнд Ну, не важно Суть в том, что Вот до сих пор Ну, там На соревнованиях используются Ну, и не только на соревнованиях Вообще используется Такой стандарт, как МО-3 Вот Ну, и собирают Как бы средний из трех считают Такая тема ТПС Тоже очень прикольный термин ТПС означает просто Вашу скорость сборки То есть, это можно вычислить Например, вы Ну, давайте разберем Конкретно, например Вы собрали за 9 секунд Например, да У вас там было Не знаю Ну, давайте какое-нибудь число возьмем Сорок Ну, что там делится на 9 Чтобы было прикольно Давайте Восемьдесят Восемьдесят один ход, допустим Вы сделали Да Восемьдесят 네 же делятся Ну, да, делятся Все правильно я сказал Допустим, мы собрали за 9 секунд Сделали восемьдесят один ход Ну, это, конечно, слишком жестко Нет Восемьдесят один ход никто не делает Ну, неважно, я просто балдыц цифры взял. Допустим, вот, у вас ровно 9 секунд, ну, просто, допустим, да, 9.00. И, допустим, у вас 81 ход, ну, просто условно, да. И, значит, мы делим 81 на 9, это же 9 получается, правильно я понимаю? Да, все правильно я сказал. И получается у вас ТПС-9, вот, грубо говоря, так. Ну, это я такое слишком жесткое число взял. Ну, неважно, просто суть в том, что вы делите, как бы, свои ходы на время. Правильно я сказал? Да, все правильно, ходы на время. И у вас получается ТПС. Вот, ну, грубо говоря, так. И получается, ну, просто никто, имеется в виду, не считает всегда это. Поэтому многие это используют в качестве просто того, чтобы высказать, ну, как бы, человеку, что он просто быстро крутит. Вот, например, ну, то есть, ТПС вообще расшифровывается как turn per seconds. И, ну, просто ты можешь сказать, типа, вот какой крутой у тебя ТПС. Хотя, допустим, ты даже не считал особо. Ну, так, просто навскидку ты смотришь такой, вот, типа, быстро крутится, например, да. Или это можно сказать, что вот у меня там крутой ТПС. Вот я, например, уже там быстро кручу. Ну, примерно так, короче. Фингер Тиксы. Фингер Тиксы это, ну, я, у меня есть, в принципе, обучение на канале по Фингер Тиксам. Там я это рассказывал. Можете посмотреть еще раз, если хотите. Короче, Фингер Тиксы это, ну, как бы, трюки кубика. То есть, правильная постановка пальцев, скажем так. То есть, то, как вы крутите пальцами, скажем так. То есть, например, есть вот такой Фингер Тикс, как крутить вот эту фронтальную грань. Есть вот такой Фингер Тикс, как крутить, например, верхнюю грань. Ну, и так далее. То есть, это все означает именно Фингер Тиксы. Там их, они разные есть. Ну, как бы, если хотите, посмотрите, у меня есть по этой теме обучение на канале. Едем дальше. Лукахед. Лукахед это означает, ну, как бы, видение наперед, если, грубо говоря. Это значит, что вы просчитываете, например, Когда, например, собираете одну пару Вы просчитываете сразу вторую Ну, там, условно И, в общем, можно как бы рассказывать Что, типа, у меня хороший луга хэт Или, там, у него хороший луга хэт И имеется в виду То, что вы в сборке Очень хорошо все просчитываете на ходу Вот как-то так Это поясняется Ну, в общем, примерно поняли Там, на самом деле, просто очень обширная тема Поэтому я, конечно, коснусь ее еще отдельно Скорее всего, в отдельном видео Ну, просто если вкратце То это именно видение наперед Парити Паритет Это когда у вас какая-то невозможная ситуация на кубике Ну, она очень часто бывает, например, в четверке Когда у нас, например, одно ребро перевернуто А там, в принципе, есть формула Но иногда паритетом называется какая-нибудь ситуация Когда, ну, просто Как бы невозможная, в смысле То есть, которая прям совсем невозможная Которая не решит даже формулы Например, вот такая То есть, вы просто У вас как-то перевернулось ребро И, ну, и все И это не решит никакую формулу Это тоже называется паритет Вот, и там надо специально вынимать Специально надо вот так вот засовывать В общем, такие дела Кросс Ну, это я, кстати, сказал уже Крест Затрон немножко эту тему Это когда мы собираем крест, в принципе Снизу Ну, просто это называется крест Кросс Крест С английского Икс кросс Тоже достаточно Интересная тема Это когда мы собираем Короче Ну, там вот разные Разные штуки Как видите, могут быть Как я написал Тут дабл-экскросс Трипл-экскросс Это, короче Когда мы собираем Вместе с крестом Сразу, например Две пары Или три пары Иногда у меня Раза два в жизни было Что я собрал четыре пары То есть, я именно Имеется ввиду Я собрал Пары А потом доделал крест Такое у меня было Раза два Ну, может, три в жизни Вот Ну, можно, в принципе Говорить, что у тебя Четырипл-экскросс Или как он там называется Квадро-экскросс Ну, можно, в принципе Так называть Можете, в принципе Придумывать любые Свои значения Как хотите Вот это все Как бы Это все Это придумано людьми Поэтому вы можете В принципе Если у вас Чешется В одном месте Так сказать То можете придумать Какой-то свой метод Да Просто назвать его Своими словами Ну, вот Имеется ввиду Что Что это значит Это значит Что у вас Вместе с крестом Собираются сразу Там две пары Ну, например Вы собрали крест У вас собралось Сразу там Три пары Условно Ну, по-разному бывает Ну, соответственно Просто экскросс Это просто одна пара Вот Типа того Ну, про сап Я уже сказал частично Это просто Ниже какого-то времени Там типа Девять За девять секунд Вы собрали Это у вас сап-десять Пиф-паф Ну, самое часто Распространенное движение Это просто Р-ю Р-штрих Ю-штрих Вот Я о нем Рассказывал, по-моему Даже пару раз В каких-то прошлых видео Ну, короче Тоже Ну, самое Наверное, часто Распространенное движение Оно входит В много разных формул То есть вообще Так можно формулы запоминать Просто там Типа Пиф-паф Что-то там доделал И загнал пару Ну, там условно Ну, об этом Мы подробно поговорим В моих следующих видосах А сейчас Переходим Ну, получается К последнему К последнему термину Мультислотинг Ну, это самый вообще Продвинутый метод Ну, это не то чтобы метод Это такая Небольшая хитрость Короче, может случиться Сборки так Что вы Например Собираете одну Пару Ну, допустим Я вот сейчас Собираю Зелено-красную пару Вот я собираю Зелено-красную пару И у меня случилось так Что собралась Еще сразу здесь Вторая Вот Это называется Мультислотинг Пока никто Не изобрел Насколько я знаю Никто не изобрел Такого метода Чтобы прям Именно сидеть Учить все формулы Чтобы собирать Сразу там Две пары Но просто Можно так называть Когда вы Ну, просто рассказывать Что вот Я собирал одну пару У меня собралась Сразу вторая Ну, такое бывает Это При не очень хорошем Лука-хеде Да, такое бывает Короче Когда на самом деле Можно было Прочитать Можно было Прочитать Что эта пара И так Встанет на свое место И потом Вы просто Загоните вторую Но нет Вы собираете Одну пару У вас собралась Вторая И просто Вам повезло Ну, в общем Если коротко То так Не будем Затягивать сильно Это видео Надеюсь Вы примерно Поняли На этом Все Еще Увидимся Надеюсь Будут еще Обучалки На этом Пока все Пишите в комментариях Если что-то Вдруг я Может быть Упустил Но вроде Я выписал Самые такие Сейчас Увстречающиеся Поэтому Да Спасибо за Просмотр Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Всем удачи Подписывайтесь на канал